Та-та-ра-та-та-та Привет, люди! Решил я с вами сегодня выйти на связь, потому что... Ну, решил так рано выйти на связь, потому что, вполне возможно, попозже у меня не получится Я тоже скучал, я тоже скучал С вами на связи Денис Борисов Я тот человек, который регулярно дает вам практические советы по различным аспектам нашей жизни И сегодня я захотел рассказать вам одну фишку, которая очень эффективно помогала мне в свое время сушиться Причем не просто эффективно, а быстро Эта фишка позволяла очень быстро избавляться от лишнего подкожного жира Все любят различные секреты, различные суперметодики, таблетки и так далее И вот я стараюсь вам дать что-либо такое На самом деле, большинство всяких способов, таблеток и прочей ереси Это туфта, это не рабочие вещи Но есть одна вещь, которую я попробовал и которая очень хорошо отразилась для жиросжигания Как работает эта штука? Первый раз я ее попробовал тогда, когда я не успевал просушиться к соревнованиям У меня оставались там пару лишних килограмм и буквально неделя оставалась до соревнований То есть мне нужно было быстро избавиться от остатков И что я сделал? Понимая, что лучше всего жир горит в тех условиях, когда нет углеводов в системе Я начал делать кардио утром натощак То есть вот первая фишка, чтобы хорошо горел жир Делать это на пустой желудок Чем меньше углеводов в системе, тем проще идет жиросжигание Жирные кислоты попадают в систему в качестве источника энергии Лучше всего это происходит после тренировки, когда вы гликоген потратили Но еще лучше, гораздо лучше, это происходит утром натощак Потому что, во-первых, давно не было в системе еды Во-вторых, та еда, которая была, она потратилась как энергия И тело под утро, как правило, использует запасы из длительных источников энергии, из жиров Поэтому лучшее время для самого максимального жиросжигания это утро Утром натощак То есть просыпаемся утром и бегаем Но прежде чем бегать, мы должны еще больше как-то ускорить жиросжигание Я в той ситуации использовал кофеин Так как я кофе пью очень редко, на меня кофеин действует очень сильно Поэтому я делаю себе очень крепкий кофе, без сахара Важный момент, никаких углеводов, просто кофеин без сахара Можно, в общем-то, купить аптечные таблетки В общем, принимал ядерную дозу кофеина Ждал где-то 20-30 минут, пока он подействует Тепло одевался И бегал Бегал в очень медленном темпе Там было главное не быстро бегать, а бегать долго Очень важный момент То есть бег трусой, расслабленный, но долго Чем дольше вы будете бегать и медленнее, тем больше будет у вас гореть жир Дело в том, что если вы бегаете быстро, без углеводов У вас начинает расходоваться гликоген Если он есть, если его нет, у вас начинают гореть мышцы Когда же вы бегаете медленно, даже может быть это быстрая ходьба То тогда у вас в качестве энергии расходуется жир То есть утром проснулись натощак, выпили крепкий кофе Подождали 20-30 минут И в медленном темпе бегаем порядка часа Меньше получаса бегать смысла нет Для того, чтобы у нас жир включился в расходник Нужна очень длительная нагрузка А ровные способы энергообеспечения Включаются от крайне длительных нагрузок Поэтому вас должна утешать та мысль Что через полчаса, через минут 40 Вы будете понимать, что вот именно сейчас Вот я бегу, да, мне неудобно Но именно в этот момент больше всего горит жир Вот такой вот очень классный способ На меня он работал атомно Правда, надо сказать, что при таком подходе Очень сильно горят мышцы Поэтому если вы без фармакологии То будьте готовы, что у вас летит больше, чем 1,2 кг С другой стороны, есть масса людей Для которых пофигу, там мышцы, не мышцы Они хотят похудеть любой ценой Максимально похудеть, просушиться, избавиться от жира И для них такой способ будет работать лучше всего Пульс придерживайте в пределах где-то 130-140 Ни в коем случае не больше 150 Сердце может пострадать от кофе Но кофе это не настолько сильный стимулятор Есть еще более эффективные вещи для жиросжигания Одна из самых таких эффективных связок Это тероидные гормоны плюс клембутерол Но вот это уже действительно опасно Опасно для щитовидки, опасно для сердца Та система, про которую я вам только что рассказывал Она более безопасна Но для вашего сердца, для вашего давления Она может быть опасна для ваших мышц Если вы на сухую, но без фармакологии это используете То килограммы будут улетать только в путь Но реально жир горит очень хорошо Среди натуральных способов ускорить жиросжигание Это один из самых лучших Можно идти шагом, потом переходить на трусу Даже это нужно тебе делать, когда ты будешь контролировать пульс Если ты видишь, что у тебя пульс поскакивает там за 150 То ты сбавляешь, переходишь на шаг Ждешь пока он у тебя опустится там до 130, до 140 И дальше снова То есть ты просто смотришь по пульсу Тебе ни в коем случае не нужно, чтобы у тебя мотор там Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук Тебе нужно добиться такой ситуации, когда будет все происходить спокойно Медленно, но долго Медленно, но долго, тогда горит жир Когда быстро, когда максимальное усилие Вот как в тренажерном зале Тогда горит гликоген, работают мышцы За неделю, понимаешь, там Я еще потом воду начал держать Улетело где-то порядка 6 килограмм Легальные фармы для сушки Как эта фарма может быть легальной Вообще, самые лучшие вещи, которые На сушку Ну, про первую вещь я вам просто даже говорить не буду Потому что она слишком убийственная От нее реально можно умереть Есть такая вещь, динитрофенол Не буду про него подробно рассказывать Его не стоит использовать Это самое сильное, что существует Второе по опасности Это та связка, о которой я сказал Это кленбутерол плюс тероидные гормоны Дальше, что хорошо работает Гормон роста неплохо работает на сушку Неплохо на сушку может работать и химбин Особенно это характерно для женщин Потому что он воздействует на альфа-рецепторы У нас все завязано в теле с альфа- и бета-рецепторами Почему клен работает? Потому что он воздействует на бета-рецепторы Почему и химбин работает? На альфа-рецепторы Альфа- и бета-рецепторы Одни ускоряют жиросжигание Другие замедляют Соответственно, мы что-то блокируем Что-то ускоряем Вот по идее Я ни разу не пробовал такую схему Но по идее Клен должен вместе с и химбином При какой-то схеме кучерява Он должен работать очень хорошо Но я такие опыта не ставил Да, выводит Чтобы уменьшить талию Реальный способ это Это диета Уменьшить талию за счет жира Если у вас там остались мышцы То уже мышцы уменьшить у вас не получится Ну что Я не вижу от вас сообщений Возможно интернет притормаживает Ну ты смотри по форме Как быстро у тебя уходит жир Если бегать каждый день Может быть такая ситуация Что ты будешь терять слишком много веса И ты можешь испугаться Тогда можешь перейти на более редкие тренировки Я сейчас как приторможу В 6.30 утра бегаю на стадионе Ну это же замечательно Бег это хорошо Бег это здоровье Так ты тренируешь свою сердечно-сосудистую систему И откровенно говоря Тренировки в тренажерном зале С железом Анаэробные тренировки Они как правило не тренируют Сердечно-сосудистую систему Они наоборот ее загружают Поэтому среди качков Лифтеров Тяжелоатлетов Очень часто смерть Именно по сердечным болезням Различны Когда же ты занимаешься кардио Причем такое Ненатужное кардио Когда ты бегаешь спокойно Ты свое сердце Сердечно-сосудистую систему В целом тренируешь Так Оно опять я вижу Притормаживает Походу дынчик сейчас будет с вами прощаться Ребят Потому что Бокс не очень хорошо подойдет Дело в том что бокс Как тебе объяснить В боксе У тебя нагрузка Она может Она будет скакать К очень интенсивной Для того чтобы у тебя жир Именно горел жир А не все подряд У тебя Нагрузка должна быть Средней интенсивности Или даже низкой интенсивности Но долго Когда же ты Занимаешься боксом Вот ты пошел 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 Ты разогнался Ты уже не можешь остановиться И у тебя в это время Сердечный рит Может подскочить Там очень конкретно Под 200 Но это опасно Если мы говорим Про здоровье И про жиросжигание То лучше просто Быстрая ходьба Или медленный бег Труссой Вот это будет Лучше всего работать Бокс Работа на максимальных Оборотах Ну Слушай Ну это надо В каждом отдельном Случае посмотреть Чтоб человек Пощупал свой пульс Посмотрел Сколько у него будет ударов Если я так буду работать У меня улетит За 200 пульс Я буду просто Гробить свое сердце Мне такое делать нельзя У меня мировоззрение Прагматичное Я материалист Психосоматики Хорошие отношения Я очень верю В то что Соматика Плотно связана С психикой Ну это очевидно По-моему В Харькове В ближайшее время Не планирую быть Фен на сушке Ну скажем так Это может помочь Кроме Ну помимо Того что будет ускоряться Жиросжигание У тебя будет еще Угнетаться аппетит Ну опять таки Ну ты ж не будешь Всю жизнь сидеть на фене Я не По этим причинам Я не особо Эфидрин допустим Уважаю для сушки Да В Тушкино про сушку Была эта информация А что такое Психосоматика Почитай С той кто ведет Есть такая книжка Волков по-моему Автор Ты поймешь Что такое Психосоматика К Максу Трояну Слушайте Все меня спрашивают Этот Макс Троян Макс Троян Я особо Честно говоря Не знаю Я вчера С ребятами Из Немагии Мы сидели в стриме Они мне тоже Этот Макс Троян Макс Троян Прям Бренд какой-то Жуков Жуков автор А Ну да Извините С той кто ведет Я так понимаю Да Жуков Хорошо Ребят Спасибо Пора мне идти по делам Вы давайте копите Интересные вопросы Во время следующей трансляции Я на них буду отвечать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому